Доброе утро, мои хорошие! Всем огромный пламя итальянский. Чао! Очки с собой не взяла, но, слава богу, солнца у нас пока мало. Вот, смотрите, какое у нас там небо. Солнце пока ещё прячется. Мы сегодня с Тамарой решили выйти в этот парк погулять, потому что я не хочу проходить через начальную школу. Как раз в это время, когда мы идём с Тамарой гулять, а там, получается, дети приезжают в школу, много машин, много детей. Я думаю, нет, я лучше здесь сюда буду спокойно идти, где никого нет, где спокойно. Здесь, кстати, смотрите, вот нас неделю тут не было. Мы неделю сюда не ходили. Какая высокая уже трава! Вообще, так быстро выросла, как на дрожжах. Вроде дождей пока не было. Но у нас, кстати, сегодня обещают дожди. Вот, смотрите, там кое-какие тучки. А вот там, там, где Альпы, там Альпы, там, видите, прям тёмное небо. Ну, хорошо, в принципе, хорошо, если будет дождь, потому что у нас где-то до сих пор пожары. Уже больше недели у меня подруга высылала фотографии. До сих пор там пожары в приальпийских горах. Там низкие горы, там пожары. Горят они, как не могут потушить. Ну, может быть, дожди пойдут хотя бы. Полегчает потушить эти пожары. О, как низко самолёт летит. Наверное, в Миланский аэропорт Мальпенца. Сейчас он разворачивается, приземляется. И потом назад полетит, ещё ниже, ниже, ниже. Красиво как. В Италии очень редко можно увидеть кошку, которая гуляет сама по себе. Вот Тамара, наверное, пока не видит. Сейчас она бы погнала за ней. Тамара, не видишь? Тамара так любит за кошками гоняться. Потому что их тут редко можно встретить. Ну-ка, увидишь, нет? Нет, не видит. А, увидела, увидела. Смотри, как морду расцарапает тебе. А, умная, близко не подходит. Кошки. Разоряется. Всё, выгнала. Рисунки итальянских детей. Человечек. Вроде как девочка. Вроде как девочка. Какие-то домики, наверное. Непонятно что. И па-бап. Звезда. Ну всё, поехала. Сейчас я взяла с собой и очки солнечные, не забыла. И зонтик взяла с собой. Потому что у нас обещают через пару часов дожди уже. Но я смотрю, такая точка конкретная к нам идёт. Непонятно только с какой стороны. С одной или с другой стороны. Сейчас поеду через лесу и поля, чтобы так быстрее было налево, чтобы поменьше ехать через город. Так, увидите и дорогу, и небо. И как я еду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приехали. Приехали. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас приготовлю и покажу, что я тебе сделала. Не знаю, почему у меня после спорта часто начала тянуть на жареную картошку. Но в этот раз я лук, помидорки, ещё добавила панчетто. Панчетто, ну как, не знаю, наверное, почерёвок вот такой поджарила, кусочек маленький. Так что вот такой вот у меня обед. А, ещё и морковка по-корейски вкусная. Я только что её попробовала. Ой, какая вкусненькая. Это то, что я взяла Недана вместе с нашими товарами. Вот такой вот у меня обед будет. На десерт у меня будет клубничка. Вот у нас остатки роскоши. Сейчас я её помою, почищу и, наверное, немножко со взбитыми сливками так покушаю. Но без сахара. У мужа так красиво получается пенкой. А у меня что-то не получается. Вот мне бы, коль на ромешок, тогда я бы сделала нормально, красиво. А так, видите, как получается безобразно. Но всё равно зато вкусно. Так, ложечка. И вперёд за Родину. Это я тут приехала за Никитой и снова радио ностальжи слушаю. Сколько времени, кстати? Взяла с собой зонтик на всякий случай. А, ещё 10 минут. Потому что у нас то капает, то не капает, то капает, то не капает. Ничего не понимаю. Что с этой погодой творится? Говорят, вечером вроде дождь пойдёт сильный. Должен был сегодня утром пойти в 10. Не пошёл. В 12. Не пошёл. Ну, посмотрим, как вечером будет. Ну, в принципе, может быть, и к лучшему, что не идёт дождь. Потому что я не знаю, как я с Тамарой буду гулять. Я сейчас, как только Никиту привезу домой, сразу пойду с Тамарой гулять. Ну, в принципе, мне, как говорится, у меня такое, в днём у меня свободное время. Могу прийти в 2, могу прийти в полтретьего. Наверное, как мне будет удобнее. Вот, когда я могу, я прихожу в 2. А когда я не могу, я прихожу в полтретьего. Сегодня тоже, если не полчаса в 2, то я приду в полтретьего. И сегодня, кстати, мне надо будет расчесать Тамару хорошенько, потому что она вчера вечером кувыркалась и на земле, и в траве. И я сегодня утром заметила, что там такие у неё кулачки. Я там её обрезала немножко, но надо будет её расчесать хорошенько. Что не расчесывается, что не расчесывается, ещё и обрезы. Так, ладненько, сейчас подожду Никиту, пока слушаю музыку. О, какая красота! Тут одуванчики появились. Вот так вот гуляешь, и вдоль, тут одуванчики. Опять вот такое. Так, мы сначала пошли в поля, но там такой ветер, так холодно, что мы вернулись сюда в парк. Смотрите на эту красавицу. Прикольная морда. Расцвели эти деревья, стали более пушистыми цветочки. Красотища. Что издалека, что и вблизи. Красиво, да, Тамара? Красиво очень. Везде ромашки и одуванчики, но какие-то мелкие. Сегодня холодно, поэтому во дворе детей нет. Все дети в школе сидят в тепле. Вон окна даже открытые у них. Скорее всего, отопление до сих пор не отключили у них, раз окна открытые. Я помню, когда Никита ходил в ту школу, он говорил, что там очень жарко. Прям пекло. Даже вот в апреле у них еще отопление было включено, очень жарко. Жидкая смесь, сухая смесь. Шоколад. Сейчас достану еще нож к шоколаду. И угадайте, что я буду делать. Правильно, те, кто меня давно смотрит, знают, что я всегда обычно делаю мои фирменные шоколадно-яблочные маффины. У нас уже вечер, добрый вечер. Смотрите, здесь тоже привили белые цветочки, а там, видите, какого цвета цветочки. Это вишня тоже у нас. Вот когда будут плоды, я вам покажу. Но они какие-то мелкие, кисловатые. Так, мы снова на прогулку. Можем снова сейчас Тамара встретить своего друга, жениха. То есть, тут есть один парень ходит с собакой. Он, собака вдвое выше, чем Тамара, но они так влюблены друг в друга. Ой, почти одногодки. Он даже на год ее младше. Как они влюблены. Да, Тамара? А он такой черно-белый. Такой парень гарный. Ну, конечно, Тамара тоже вся из себя. Я ее сегодня расчесала. Весь мусор, все эти колючки убрала. Там, смотрю, еще кое-что осталось. Так, хвост как распушенился. Хвост такой пушистенький стал. О, машина, как у меня, только белого цвета. Мать из Дайо. Уже такие не выпускают. Део, део. Такие уже перестали выпускать. Ты где, Тамара? Ну вот, пока с Тамарой гуляла, вот и махины уже готовы. Уже даже остыли. Я в этот раз попробовала другую муку. Именно Бориловскую. А она какая-то немножко тяжеловатая. Но вроде бы нормально получились. Вот, ветер потрескался аж. Все, муфины готовы на завтраке. Сейчас от Никиты отнесу это Никите. Пусть он попробует тоже. Муж уже попробовал. Муж уже попробуем. Муж уже பоник. Ты пугай. Ты продикал. Тыр потрескался. Нахо. Пусть он потребовал.